Жертвами мошенничества стали почти два десятка самарцев. Все они одолжили деньги своей знакомой – директору агентства недвижимости «Купец» Екатерине Абхаликовой, которая обещала не просто все вернуть, но и с процентами. Но ни с одним из своих кредиторов бизнесвумен так не рассчиталась. У кого-то предприимчивая дама заняла без возврата 100 тысяч рублей, у кого-то и 10 миллионов. Доверие – чисто доверие. Человек входил в доверие, писал расписки, заключал договора, рассказывал схемы, которые реально работают в сфере недвижимости по продаже и покупке земельных участков. Хотя на самом деле в предварительном следствии в ходе судебного заседания выяснилось, что никаких сделок вообще с недвижимостью с 2012 года она не проводила. Вообще ни одной. Екатерине Абхаликовой предъявлено обвинение по 159 статье Уголовного кодекса. Мошенничество в крупных и особо крупных размерах. Всего в деле 16 эпизодов. Общая сумма причиненного ущерба по обвинительному заключению составляет около 72 миллионов рублей. Ранее состоялись премия по данному делу стороной гособвинения было предложено суду наказание в виде реального лишения свободы на сроку 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам потерпевших, взять подсудимой нечего. Недвижимости и денег по официальным справкам у нее нет. К тому же Абхаликова женщина теперь одинокая. С мужем развелась, а на прошлом заседании выяснилась еще одна интересная подробность, которая может повлиять на приговор. Обвиняемая в мошенничестве представила суду справку о том, что беременна. Как это скажется на вердикте, станет известно уже 26 октября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.